Всем привет, с вами Александр Кузьмин. Хотел повыпендриваться в этом видео, что от меня слились снова аж две бабы. Значит, первая ситуация это онлайн знакомство. Мне в ютубе попадается видос с девчонкой, которая там... Звонила в 112, чтобы побазарить с психологом. Ну, немножечко такая вот тоже. Мне понравилось, что ее организация психическая, что она более-менее пум-пум-пум-пум. И тоже творческая, там она рисует картины и при этом не классические. То есть прям зашло, да? Похожи мы с ней в этом. Внешне шестерочка, даже с плюсом из десяти. То есть наш любимый порог пройден, все нормально. Понравилось мне. И самое-то интересное, что она тоже сидит в Леонардо да Винчике и так далее, в пьюре. Но главное-то самое, что она из моего, из нашего любимого с вами ЕКБ. И все. Это уже я, когда услышал, что она живет в ЕКБ, я как призыв к действию, разумеется, это воспринял. И сразу же написал ей, что тыры-тыры-тыры, вот это твоя творческость, психики мне понравилось, что давай, ну сразу же так сходу, говорю, что это, наверное, тебе страшно будет, но я бы хотел с тобой сразу же вот так вот на свидание сходить. Но вы понимаете, что дефектность девок, один из признаков непригодности, ну разумеется, когда я говорю про признак непригодности, я троллю всех, да? Всех подряд. Это все так условно, образно я называю, ну даже в шутку. Признак непригодности женский, это вот такая смысловая конструкция, это шуточная, короче, конструкция, понимаете? Степная, ни больше, ни меньше. Ну и, соответственно, из-за того, что она сидит в пьюре, сидит в тинде, плюс в твинбе, плюс она блогерша, и там постоянно написывают, у нее переизбыток онлайн-знакомства. То, разумеется, как бы она позитивно восприняла то, что я там ее похвалил, а вот когда я вызвал, когда уже до дела доходит, до свидания, тут она начала корчить из себя недоступницу. При этом она в видео сказала, что ей там нужен муж, да? Кстати, вот про мужа, про мужа. Следующий, ну в общем, отшили, отшили. Причем она очень агрессивно отшила и заблокировала. Вот это вот, это из-за чего еще раз? Из-за переизбытка потока мужиков. К ней там, 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 там. А когда у тебя до хрена мужиков, то что ты делаешь? Ты отшиваешь. Логично. Всегда такое было. Это не просто, что сейчас такие времена. Например, мне мама рассказывала, она работала там в 80-е в магазине, ну там продавщица за прилавком. И к ней клеились просто ежедневно, ежедневно, ежедневно в советские времена. И были какие-то периоды, наверное, вот это период до эвуляции, да? Вроде она красилась так же, одежда у нее стандартная была. Но вот какие-то определенные дни, когда к ней прямо вот максимально клеились большое-большое количество. Так вот она мне. Сегодня я, кстати, про это рассказала. Так что не бойтесь, что это вот какие-то настали времена, что там какой-то переизбыток мужиков. Баб не хватает, девок не хватает, поэтому ни у кого нет кекса из мужиков. Да? Нет. Это всегда была вот такая вот ситуация. Тут никакой обостренности не присутствует. в нашей жизни с вами, в современных реалиях. И следующий отшив. Альтушка в госуслуг, как вы понимаете, по закону должна быть выдана каждому, да? Но это нужно определенную формулу госуслуг заполнять, и ты получаешь альтушку себе. Но, как правило, там сильно богованных засылают альтушек. Они непригодны. Вот, например, моему другу Лёше Поднебесному из Нижнего Новгорода, вождю всех им целых госуслуг, он как-то там прообузил систему. Ну, потому что у него много симок, много там зарегистрированных аккаунтов каких-то. Я не знаю, как ему удалось, там же нужны паспортные данные, но, наверное, на других людей там. Ему, короче, госуслуги выдали 10 альтушек. И ни одна из них, чтобы вы понимали, ни одна из них не выдала, тьфу, выдали, не дала ему кекс. Ни одна из них. Так что, ну, вот эти вот распиаренные, что сейчас на госуслугах надо заказывать себе альтушек, это хрень. Нужно действовать вживую. Тем более 2024 год, ещё раз, год офлайн знакомству. Хотя бы не с целью, чтобы тебе кто-то дал кекс, а с целью, в принципе, попрокачиваться в этом деле. Вот как мы любим, там, проработаю в деле коммуникации, да. Кстати, вчера второй день отработал. Ой, тяжко-тяжко. Четыре часа всего лишь прошло, но я так устал, для меня это так тяжело. В общем, СДВГ, СДВГ, СДВГ. Это без мата никак. Значит, вот я вот люблю знакомиться. Мой такой излюбленный реально способ знакомства, когда девушка первая идёт на контакт. Я, правда, знакомство вживую. Но не с целью познакомиться, она идёт на контакт, там, себе парня найти. А с другой, там, ну, с рабочей, так сказать, целью, да. Либо листовочку тебе предложат, возьмите, пожалуйста. Либо послушайте наши ароматы, там, вот этот вот пробник одеколоновский, там, бумажку эту даёт. Либо как в случае воскресенья, что было. Мы с батей, там, замеры делали, там, рабочие, там, архитектурные. Решили в Глобус сгонять. Фу, Глобус, в Гриныч, ну, в торговый центр в ЕКБ. И иду я, иду, иду, иду. И мне навстречу сбоку альтушка. Говорит, пожалуйста, оформите сим-карту, сегодня бесплатно. Типа, всегда платно, а сегодня бесплатно. Ну, это их излюбленные уловки. В общем, я говорю, о, о, давайте, давайте, я не первый раз уже это делаю. Ну, чтобы тоже пробузить госуслуги, чтобы там несколько заявок на альтушек сделать. И, значит, ой, а я паспорт забыл. Ну, это ладно, уже пошёл к ней. В общем, что-то она сказала. Там ещё было несколько, две с ней девчонки стояли. Она говорит, ну, тогда оформите вот это. И тут я говорю, что если ты за меня замуж выйдешь, вот прямо так сразу же, то оформлю. И говорю, и смотрю на всех остальных девушек. Ну, там всего лишь трое, вот она стоит и двое других. И они такие у неё спрашивают, ну, что, выйдешь за него замуж? И мы так все смотрим, думаем так серьёзно. Я отказов не боюсь. Мне просто интересно всё это было. Она так подумала, подумала, ладно, выйду. Ну, естественно, это не всерьёз, что замуж выйду. А то, что, ну, как бы она готова со мной продолжить общение. Понимаете, в каком ключе. То есть даже в будущем, возможно, она готова со мной встречаться. Ну, это всё хрень, это всё пустота, это слово бабы-то ничего не означает. Но главное, что, в принципе, я её не отталкил. Ну, и, соответственно, после этого, ну, давай всё, свою телегу. Она сама взяла мой телефон в руки, зашла в Телеграм сама, там, всю мою подноготную спалила, все эти Леонарда, Дайвинчики, там, мои переписки и так далее. И, там, поискала себя. Там, у меня потом сохранился её этот аккаунт. Ну, и всё, я ей, там, написал уже. Отошёл дальше. С батей я пошёл дальше. И в этот же день написал на следующий. Она была не против действительно погулять, но она дико загружена. У неё вот всё время вот тут она промоутерщая работает, промоутерщая. Всё время эти выходы, там, на разные локации. И вот где-то вот 3-4 дня я ей писал, но сильно ненавязчиво. И у неё ещё есть группа в Телеге. Я так захожу, посмотрю в эту группу. Её действительно, она всё время прогулки, у неё дохрена друзей, подруг и так далее, и тому подобное. И, в общем-то, не сильно-то я ей, как говорится, и нужен. Но, тем не менее, у неё нет парня, и вроде как она даже готова была всё это дело продолжить. Так вот, куй железо пока горячо. Один, два, три, четыре. В общем, она на сегодняшний день уже остыла, наконец-то. Остыла до такой степени, что уже даже не хочет со мной видеться, не хочет отвечать. Делает вид, что она не замечает моё сообщение. То есть я два раза даже написал, она даже не читает. Как бы с пониманием я к этому отношусь нормально. Тем более то, что она работает промщицей, возможно, к ней не один такой хитрый начал подкатывать, знакомиться. Ну, посмотрим. А может быть и один, уже не каждый день это всё происходит, чтобы ещё, типа, ну, дошёл чувак ей. Ну, в принципе, у неё обширное окружение. И самое-то главное, что ей лет 16-17 летушки-то нашей. Как бы для меня это нормально. Я аж этот пединститут в лучшем смысле этого слова. А, ну, возраст, скажу, разница в возрасте достаточно. Для меня это как плюс даже. Её это не отпугнуло. И в самом начале это не отпугнуло. Ну, видимо, потом, под конец, у меня какие-то уже загоны пошли, что, как бы, время-то идёт, что железо остывает. Но сама суть, вот, я вам ещё раз искренние рекомендации мои. Лучше всего, вот, если вы только начинаете ознакомиться вживую, выходите в торговый центр. Надеюсь, что в вашем городе, там, в вашей местности, где вы проживаете, есть торговый центр. Где вот эти вот промоутерши? Ну, либо едьте в Киев, что поделать, ну, в Москву езжайте. В Красногорск. И, соответственно, к вам подходит какая-нибудь девка, там, и протягивает вам листовку. И тут просто, мне кажется, проще паренной репы начать с ней коммуникацию. И самое главное, что она будет заинтересована, как правило, в этой коммуникации. Ей скучно, она на работе, ей хочется, как бы, облегчить свои рабочие эти процессы. А легче всего это сделать путём базарения. Когда ты базаришь, время быстрее летит. Ну, то есть, она, ей даже за камер будет так с вами общаться. В общем, она симку МТС, та девчонка, предлагала. Кстати, это уже не первая девчонка, которая предлагает мне симку МТС, с которой я, ну, завязываю контакты. Просто до этого я подходил тоже к кольтушке, я с ней базарил базарин, причём я был в Яндекс.Сумке, это был уже другой торговый центр, с Яндекс.Сумкой, точнее. И под конец уже беседы, ну, там, логичное уже завершение было всему, я заметил кольцо на её пальце. Ну, и, соответственно, на безымянном спрашивают, ты чё, замужем? Да, я замужем. Вот. Вот такие вот делишки. Ну, вот такое, два слива. Ещё раз, ребята, будут оффлайн-знакомства, будут оффлайн-знакомства, не бойтесь сливов. Как бы, мы не столько, чтобы вот чисто ради зачёта идём знакомиться, а чтобы, в принципе, в этом во всём деле прокачиваться. И, ну, слилась и слилась, ладно. А не слилась, так не слилась. И, ну, главное, что она в моменте-то не слилась. Абсолютно. Она была заинтересована в дальнейшем развитии событий. Ну, сегодня вот я вам сейчас покажу. Хотя это тоже слив личной жизни. Посадят. Посадят. Ну, я не буду показывать. Там, наверное, нихрян не сфокусируется, ладно. Ну, вот, типа галочка, что она не читает, не читает, не читает. А сплю — это авторитетчик. При этом, ну, в своей группе она в телеге постит. То есть, она, ну, в телеге сидит. Ну, это логично, что... Она просто делает вид, что меня нет. Вот и же. Так, ну всё, в принципе. Основы были рассказаны. То есть, погоня за писачками, ребята, продолжается. И так вот потом мы эту тему разобьём, что... Что не нужно ни за кем гоняться, никого пытаться искать, желать никого искать. Или как вот Лёша Поднебесный, желать кекса. Это всё не нужно, а нужно погружаться в себя, погружаться в саморазвитие. Мы эти темы потом... И типа всё притянется само. Потом, в дальнейшем, это, разумеется, обсудим. Спасибо за звук. С вами был Александр Кузьмин. Это ченнел Александр Кузьмин. Не забывайте взаимодействовать. Не забывайте подписываться. Ну, хотя, если я так говорю, как бы... Можете забыть подписаться, мне наплевать. С вами был ещё раз Александр Кузьмин. Всем хороших альтушек с Госуслуг, небракованных. Не бойтесь отказов. Не бойтесь вообще этих подходов. В общем, ладно. Чё мне вам? Отдыхайте. Всё, не нагружаю.